Друзья, мои хорошие, всем привет! Сегодня с вами говорим про то, как облегчить стресс и профилактика истощения коры надпочечников. Я Алена, нутрициолог, психолог, соответственно, я знаю, когда у моих клиентов такие моменты. Я считаю, что микроэлементы это то, что может вас поддержать в этой непростой ситуации. И при апатии, при нервозности, при истощении, когда не можешь вообще встать с кровати, такое бывает. Очень важно начать, помимо питания, начать с нутриентов. Витамин С по одному грамму, где-то плюс 3 капсулы пчелиной пыльцы, плюс, ну обычно хватает. Плюс, обязательно, обязательно работать с гормональным фоном. Если у вас истощение надпочечников, скорее всего, это либо проблемы гормонального фона, либо проблемы, связанные с дефицитарными состояниями. Ну, бывает еще и химическое воздействие. И у кого истощение и бессонница, это все важно снимать. Помимо массажей, помимо расслабления, заботы о себе, растирания, помимо движения, помимо питьевого режима, очень важно добавить комплекс группы Б, но его индивидуально в консультациях. Некоторым, у кого есть онкология, нельзя. Другой момент, магния на ночь, можно чай с ромашкой, с лавандой, это все очень важно. Плюс, я бы добавила еще работу с доперевариванием, усвоением пищи, потому что обычно хронический стресс приводит к дисбалансу в ЖКТ. Что это значит? Повышенная, пониженная кислотность. Ну, когда вы стрессуете, понимаете, у вас, вашему организму некогда там думать, что там закислять, защелачивать, отправлять, вставлять. Все это происходит на уровне высокого кортизола и очень сильно может страдать от этого настроения. Поэтому для себя супер важно, ребята, супер важно работать с тем, что вы уже имеете. И истощение коры надпочечников можно исправить путем доставки белков, путем уборки простых углеводов, прям уборки их в своей жизни. Еще один момент, усталая кора надпочечников, часто это история с желудочно-кишечным трактом, если есть паразитарка, если есть подгнивающий белок, потому что кислотность снижена. Это тоже такое бывает. А другой момент, это, конечно, работа с, в принципе, своими психологическими моментами, с психотерапевтом. Если вам близки мои видео, подписывайтесь на мой канал. Есть даже адреналкортекс, который работает с этой историей. Плюс есть ашваганда, радиола. Все это настоечки, которые работают. Нужно четко понять, что у вас там помимо этого. Щитовидка срабатывает, аллергия. Есть аутоиммунка. Возможно, есть синдром дырявой кишки. Это правда работает. Возможно, дисбактериоз. А может быть, все и сразу. А есть еще и дисплазия соединительной ткани, когда плохо строится коллаген. И вообще все плохо работает. Поэтому очень важно себе помогать на начальных, базовых таких моментиках. Подписывайтесь на мой дзен, подписывайтесь вконтакте, читайте статьи, помогайте себе сами, для того, чтобы было меньше походов к докторам. Пока-пока.